Здравствуйте ребята, вы меня слышите? Да, да, слышно. Отлично. Я почему-то вижу только ваше ухо. Работаем. Понятно, вы из Москвы? Да. Отлично. А чем занимаетесь? В охране. Да, вы что? Да. Интересная работа. Ну что-то охраняете. Торговый центр. Hello. You speak Russia. Okay? Ну, speak Russia. No. Sorry. Okay. Go. Okay. See you. Maybe. Hello. Hello. Здравствуйте. Hello. How are you? It's all a bit. You speak Russian? You speak Russian? Yes. You speak Russian? Yes. No. You speak Russian? Yes. You speak Russian? Манин, это вы. Что говорите? С днем бобра. С днем бобра. С днем бобра? Да. А что за день такой? Ну, день бобра, обычный день. Ничего себе, я даже не знал. Прикольно. А знаете, завтра будет день негра. Да вы что? А где вы эту информацию берете? Что эфирс? Информацию где берете эту? Из интернета? Да вы что? Никогда не знал. А вы из России? Что вы узнали? А вы из России? Да. Отлично. Ну, я думаю, что праздновать день негра, это будет наша фишка. Это будет наша фишка. Да, да, да. Ха-ха-ха. 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 Алло. Алло. Здравствуйте. 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 Я, че сказать, первый час в жизни в чат рулетки нахожусь. Я не знаю, как вы с этим общаться. Я не знаю, как вы с этим общаться. Я из Москвы. Я из Москвы. Из России. Вы тоже, да? Вы тоже, да? Я из ЛНР. А в ЛНР? А в ЛНР? Я из Москвы. 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 Но у нас, по-моему, и платят ему не все. У нас кому-то скидки там идут. А, понятно. Я точно сказать не могу. У меня машина пробыла полгода, я его ни разу не платил. И при продаже машины, как бы, ну, у меня не возникало никаких там моментов. Но был момент, когда у меня, когда заставляли. У меня отец ездил, платил этот автомобильный налог. Но он как шахтер, все прочее, он там платил 160 чем-то гривен за год он, по-моему, заплатил и все. А, понятно. А, понятно. Ну, я, допустим, в Москве нахожусь, у меня машина, и я плачу за нее 60 тысяч рублей в год. 60 тысяч. 60 тысяч. То есть это такая существенная сумма. У нас тут такого не будет, хотя бы потому, что у нас тут вообще дорог как бы нет. Да, 60 тысяч. У нас просто вот такие кратеры в асфальте тут, не передавали. Такого не будет. Тогда следующий вопрос. Земельный налог. Земельный налог. Земельный налог. Платите? Платите? Земельный налог, да. Есть. Есть. А наук на имущество? Наук на имущество. То есть за квартиры. За квартиры. Ну, за квартиры квартлаты. А так именно на имущество нет. Такого нету, да, у вас? Нету, да, у вас. Смотрите, вы работаете где-то? Работаете где-то? Работаете? Работаю. То есть там НДФЛ у вас удерживают? НДФЛ. 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 Есть у вас ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО После начала войны они выехали. Такие вот масштабные организации, все было под Украиной, и теперь никто не занимается такими. А есть ли какие-то налоги связаны с войной? С войной. То есть какие-то сборы там, нет ничего? Нет, сборы по желанию. Сейчас идет спецоперация, и сборы идут по желанию. Понятно. Кто хочет, финансируем. Ну, где-то стоит рядовые вещи, сигареты, бусик возят, а такого прям обязательного ничего нет. А как бы обязательно тоже, люди в нищете сейчас живут тут уже 8 лет как? Понятно, да. С началом этих действий со всех тут ничего не улучшилось абсолютно. Как бы тут зарплата 12 тысяч рублей, это хорошая зарплата, считай. Ничего себе. Ничего себе. Да, и как бы люди находятся в таком положении, с чего платить? А почему они не уезжают, смотрите, это все плохо. Просто плохо. Почему остаются и не уезжают? Там, где лучше. А многим некуда ехать. А просто некуда? А просто некуда. Да, у меня, например, как, у меня, я ездил и в Киеве работал, и в Сочи я работал. У меня и товарищи в Сочи как бы сейчас находятся. Все. Но я сейчас выехать отсюда не могу. А почему? Не делаю документы, у меня травма. Не делаю документы, что сейчас подал на прошение на то, чтобы меня списали, короче, с армии. А по состоянию здоровья. А так вообще у нас выезд закрылся, потому что у нас всеобщая мобилизация идет сейчас. Конечно. Выезд закрылся. А так, ну, многие, кто хочет работать, но тут мало кто работает. Тут ездят, просто ездят отсюда, уезжают, работают в других местах. Ничего себе. То есть налоги для вас это не проблема вообще, кажется, как бы, да? Это не та проблема, которая есть. Которая есть. То есть я так понимаю. То есть я так понимаю. Ну, в принципе, да. То есть это не та проблема. Проблема это такая общеэкономическая, чтобы было, чтобы магазины работали, чтобы работа была. Да, да, потому что у нас вот это шахтерский край. А сейчас шахты начали закрываться, вырезаться массово, вывозиться все оттуда. Как бы, ну, понятно, что уже шахт как таковых не будет. У меня в городе, где я нахожусь, это город Антрацит. Он назван в честь угля, и вокруг города было семь шахт. Полномасштабных, крупных, километров в глубину осталась одна консомольская шахта. То есть одна из семи. Как бы все остальные позакрывали. И позакрывали в момент с 2014 года по 2022. Как бы финансирования уже такого нет. Те компании, которые занимались финансированием частной. Вот ДТЭК, там кто еще был. Там сын Януковича, который кидывал в это деньги. Ну, понятно, он с этого и имел там большие деньги. Ну, все же там были рабочие места. А сейчас этого нет. Их просто позакрывали, потому что никому не выгодно вложить 10 миллионов долларов в эту шахту и ждать, когда она окупится. Проще ее просто сразу вырезать, вытянуть оборудование, поперепродавать с одной шахты на другую. И сделать это как будто это новое оборудование. Хотя привозят, мы присутствовали, мы видели, что бэушные арки привозят. То, чем крепят шахту, привозят бэушные гнилые. Как бы, ну, на этом делаются деньги. Да уж. А какой там бизнес вообще у вас есть? Чем-то люди занимаются, бизнес-минжаются? Каким-то бизнесом. В основном, самый такой популярный бизнес, который прошел, это 2014 года, это пригон авто с Грузией, Литвы и Латвии. Как бы вот тут все, да, пригон авто. Либо привоз товаров. Короче, мы вот с женой недавно сидели, смотрели за... Челночники были в 90-е года, и машины точно так же. Ну, вот, короче, тут 90-е года. Все то же самое, вот, как в 90-е было. А когда, думаете, все это закончится у нас? Когда, более-менее? Когда закончится... Война там вся. Наверное, когда Путин с Веленским сядут за общий стол переговоров, тогда все и закончится. Потому что, ну, это бессмысленно все. А какие-то сроки, по-моему, есть в будущем? Вам там виднее? Ну, как... У меня много знакомых на передовой находится, и они говорят, не раньше осени. Не раньше чего? Не раньше чего? Не раньше осени. Осени, да? Осени, да. Вот, шагов, с работы, вот, просто приходили, грузили машины, увозили в военкомат. Они там получали одежду и оружие. Мужики, которые в жизни не брали автомат, ну, руки, ничего не это, у них на передовую. Всеобщая организация, когда началась. И, как бы, наверное, уже с этого всего осталось, наверное, процентов 40, потому что выгребают, выгребают. Так, у нас кладбище растут вообще с огромнейшими масштабами. Вот так вот. У нас были, бывают тут недели, когда люди вот с пропуском, со всем, что работаешь в городе, что ты нам нужен, да, что все это. И все равно бывает такое, что приезжают, забирают, говорят, нам нужнее и врачей, и всех, и, как бы, вот так вот. А все началось из-за того, что, все началось, вот это почему так получилось, потому что, как мне рассказывали, в России были уверены, что тут 8 лет строилась армия, на которую выделялись деньги, соответственно, на которую выделялась помощь. А, соответственно, эти деньги пришли по карманам. Как везде, видимо. А когда наступил момент спецоперации, людей-то нет. Ну, ничего себе. Необычных шахтеров всех на передовую. Хорошо. Хорошо. Спасибо, слушай, спасибо. Интересно. Интересно. Я в основном телевизор не смотрю, и вот чат-рулетка, как попробовать пообщаться. Попробовать пообщаться. Ну, да, я тоже обычно не захожу, это жена пошла, так и тонко гулять. Так, а веду, как бы, время. Понятно. Ну, мне было с вами приятно пообщаться. Всего хорошего. Всего хорошего. Мне так же. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.